Всеобщие декларирования в Казахстане – один из самых актуальных для казахстанцев вопросов. Так, представители Департамента государственных доходов по Жамбулской области в ходе брифинга сообщили, что в соответствии с законом Республики Казахстан с 1 января 2021 года велось глава 71 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательствах в бюджет. Всеобщие декларирования вводятся поэтапно. На первом этапе с 1 января 2021 года обязаны декларироваться лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, на втором этапе с 23 года работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квази-государственного сектора и их супруги, на третьем этапе с 24 года руководители, очередители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. Заключительным этапом в 2025 году войдут оставшиеся категории граждан, то есть практически все взрослое население страны. Физические лица в первый год вхождения в систему всеобщего декларирования обязаны представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250. В последующие годы представляется декларация о доходах и имуществе по форме 270. Сведения отражаемы в декларации о доходах и имуществе следующие. Полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, факт приобретения и отчуждения имущества, деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящиеся за пределами Республики Казахстан, имущество за пределами РК, дебиторская и кредиторская задолженность при наличии нотариально-засвидетельственного договора. По состоянию на 15 сентября 2022 года декларации по форме 250 предоставили за предыдущие периоды 37 921 гражданин, а декларацию по форме 270 предоставили за 2021 год 35 950 граждан. Отклонение составило 1971 человек. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в отношении физического лица предусмотрены меры административной ответственности.